Согласно исследованию Всемирной организации здравоохранения, большинство жителей Молдовы не придерживается здорового образа жизни. В то же время курение, чрезмерное употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни, неправильное питание способствуют развитию хронических заболеваний, которым подвержены и жители Басарабянски. Семейный врач должен продвигать у населения исключение курения, это самое главное. И сегодня есть масса информации, масса дополнительной литературы и различные ролики в масс-медиа и телевидению о том, что все-таки курение очень опасно. И курение – одно из основных вредных условий, которые потом приводят и к онкологическим заболеваниям, злокачественным, и не только дыхательной системы, как мы все привыкли, но и к хроническим патологиям дыхательной системы, которая в итоге кардинально нарушает образ жизни человека. Алкоголизм тоже один из вредных факторов, очень, особенно в нашей стране, я думаю, что достаточно серьезно, потому что у нас очень большой процент населения, которые употребляют алкоголь. И не обязательно в очень большом количестве. Даже умеренное употребление алкоголя все-таки приводит к вредным последствиям. Это возьмем и сахарный диабет, это и артериальная гипертония. Это основные патологии, которые сегодня качественно нарушают качество жизни пациентов. Для того, чтобы избежать заболеваний, вызванных вредными привычками, врачи рекомендуют приучать детей к здоровому образу жизни с самого раннего возраста. Каждый человек должен для себя знать, что исключить эти вредные привычки нужно с детского возраста. Потому что у нас очень часто бывает, что уже в подростковом возрасте начинают употреблять и алкоголь, и курить дети. И потом это приходит в постоянную привычку, которую тяжело искоренить. А взрослое население тем более. Иногда бывают такие случаи, что пациент приходит уже имея выраженную патологию, и он осознает, что эту патологию, он пришел к этому, имея вредные привычки, и курение, и алкоголизм. И в последующие пытается он как-то искоренить в себе. У некоторых это, конечно, и получается. Но зачастую очень сложно уже в зрелом возрасте исключить курение, исключить приём алкоголя очень сложно, когда это уже укоренилась, эта привычка. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно из-за чрезмерного употребления алкоголя погибает около трёх миллионов человек. Ещё семь миллионов жизней уносит табак. Особенно опасны эти вредные привычки для людей старше 40 лет и беременных женщин. Как показал опрос, жители Басарабяски также считают, что курение и алкоголь негативно влияют на физическое и духовное здоровье человека. Басарабяски также считают, что курение, и алкоголизм, и алкоголизм. Помимо пристрастия к табаку и алкоголю существуют и другие вредные привычки, которые, на первый взгляд, безобидны. К ним относятся и привычка грызть ногти, обильная еда, просмотр телевизора, а также компьютерная зависимость и сидячий образ жизни. Хочу затронуть одну из важных вредных привычек сегодня – это так называемый седентаризм, то есть малоподвижный образ жизни. И это очень важно. Поэтому сегодня я считаю, что если руководство страны, района продвигает открытие каких-то спортивных кружков, это очень важно для молодого населения. То есть если мы привлечем молодых людей к тому, что все-таки заниматься спортом – это хорошо, значит в данной ситуации мы исключаем и курение, и алкоголизм, и последующие заболевания, которые развиваются на фоне седентаризма, малоподвижного образа жизни. Это и ожирение, это и сахарный диабет, это и патология сердечно-судистой системы. Это все в комплексе. В Республике Молдова действует национальная программа по укреплению здоровьем, согласно которой к 2020 году уровень физической активности среди взрослого населения должен возрасти на 5%.